Ноябрь традиционный месяц, когда учащается количество пожаров в частных домах. Нынешний год не исключение. Буквально недавно в Калязинском и Оленинском районах сгорели два дома. В обоих случаях погибли по два человека. Региональное управление МЧС провело по этому случаю специальную пресс-конференцию. Наибольшее количество пожаров в предзимний период приходится на частный сектор. По статистике, причиной в более чем 70% случаев является неосторожное обращение с огнем. Еще 22% изгораний происходит из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования. И это несмотря на то, что за невыполнение предписаний МЧС злостным нарушителям грозят немалые штрафы. На граждан штрафы у нас за нарушение требований пожарной безопасности до 3000 рублей, на должностных лиц до 15, ну а на юридических штрафы до 150. То есть сумма серьезная. Регулярно сотрудники МЧС совместно с полицейскими, местными чиновниками и добровольцами проводят профилактические рейды. С начала года организовано более 1300 собраний с участием более 14 тысяч человек. Проведено почти 5000 обходов мест жительства. При этом одними репрессиями и душеспасительными беседами дело не ограничивается. С этого года в соответствии с поручением губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудене выделены средства в размере около 3 миллионов рублей на установку пожарных извещателей в деревянных домах с печных отоплениях, где проживают многодетные семьи с низким доходом. Таких извещателей уже установили в местах проживания 1700 семей. За три года работа будет завершена полностью. В МЧС отмечают, что эти устройства уже не раз доказали свою эффективность, поскольку улавливают малейшие концентрации дыма и способны оперативно известить жителей об опасности. Было у нас ряд случаев, связанных с детской шалостью. То есть детишки оставались одними, родители где-то были либо в удаленных комнатах помещения. Система оповещения срабатывала в этих дымовых извещателях. Шумовой поток очень сильный, то есть родители услышали, что все буквально быстро предупредили. По словам Евгения Груздева, этот звук хорошо слышен и на улице. А значит, что если дети будут одни или дома вообще не окажут никого, то на помощь придут соседи. Их же в Министерстве соцзащиты просят вообще приглядывать за семьями, где родители ведут асоциальный образ жизни. И сообщать о таких фактах по телефону горячей линии 8 800 2122. Ведь своевременно начатая профилактическая работа хоть и не гарантирует стопроцентного успеха, но дает хоть какой-то шанс избежать очередной трагедии, когда из-за курения по ходу домашней попойки начинается пожар, в котором гибнут дети.